Чтобы меня видела камера, вам немножко с пиной, но вы потом получите. Вот этот вид. Я вам оказываю всем. Дальше он достанется вам индивидуально. Сколько я понимаю, после меня у нас получасовой перерыв в расписании. Там потом сказать будет, то все. И поэтому я буду говорить ровно полтора часа. Ну понятно, что все сидели на канцлере. Быть тут в 19.00 не имело ни малейшего смысла. Потому что все равно все на канцлере. Скажи, пожалуйста, все вот эти папочки? Они мне понадобятся не все. Ну на самом деле, скажем так, я когда сидела на канцлере, я думала об ослышанном, об ослышанном. И поняла, что у меня нет с собой папки с рисунками, видимо, Морриса. Которое самое главное. Я просто не обратила ее собрать. И стало мне печально. Поэтому будем считать, что у меня нет все равно основной папки. Все остальные не основные. И это сильно упростить нашу жизнь. Я вообще не знаю, что я не понимаю. Посмотрели. Я, если что, смогу найти и показать. Ну, значит, скажем так. Если только принципиально. Я думаю, что мы сделаем следующим образом. Дело в том, что я, как вам возможно известно, преподаю. Как я говорю, ровно 30 лет за 3 года. Уже не ровно, уже больше. И, соответственно, я начала это делать в те времена, когда такое счастье, как слайд-проектор, был роскошью, доступной единицей. Я привыкла ей снять на пальцах. Вот. Поэтому я сейчас буду объяснять, как буду. Просто еще чуть-чуть хотя. О, мой. Ну, смотри. Мой. Запасливая барышей. Все, я сейчас торматься. Вот. Отлично. А будем себя хорошо вести еще и по этому беру. Ну, что ж. Итак. Итак, кто меня не знает, да, меня на одном дадут. И разными другими именами. В каждом колодке под своим. И, опять же, я на Зиланте из года в год делала лекцию примерно на одну и ту же тему. Ее пишет вот этот вот класс. Поэтому есть варианты этой лекции, где я с бородой, где я в костюме Гэндальфа, чтобы, так сказать, раз навсегда объяснить, что не надо бояться возраста. Ну, помните, там сколько Гэндальфу было лет, я запуталась там по тысяче с копейками. Есть вариант, где я с рогами красивыми такими. Ну, окей, теперь я северная сияния. И, соответственно, как вы понимаете, я сегодня ехала сюда на такси. Ехала я без головного упала, но во всем остальном, включая глинки. И логично водитель меня спросил, вот в деликатной форме, откуда я упала. И говорю, куда я упала, заходите. О, так, нише приемлемо, ура! Ура! А ведь денег не могу ли не дать, да? Могу принести. Да, я не терпеть. Да вы вообще эти копачки тащите-то. А, у нас потом тут будет мини-ядморка. О, сейчас. Собственно говоря, эти книжки тут вроде бы смотрятся. Дорогая камера, посмотри на эту книжку. Посмотрела. Пускай у кого-то, ребят. Вот, поскольку таких книжек сейчас еще принесут. Можно полистать и все такое. Так вот, стало быть, вот про водителя. Вот, значит, водитель на меня посмотрел, спросил, куда я еду. Я сказала, ну, так и так и сел. Откон, 33-й уже. О, сказала. Понятно. То есть туда ездят 20-летние, ну, а вы 30 лет на книжку положили. Ну, туда ездят 20-летние, а я 30 лет на книжку положила. Вот, отлично. По второму разу все поняли эту прелестную шутку. Я считаю водитель гений. Вот, я считаю, что это глаз народа. Тария запоминает. Будешь им объяснять, людям. Вот, ты еще 30 лет на книжку не положила, но ничего. Скоро догонишь? Так вот, а стало быть, когда мне было 40, я впервые прочла лекцию по подростку, которая, ну, собственно, еще не совсем эта, есть вот в этой книге. Потому что, на самом деле, для меня был, как бы, личный вопрос, что я, вроде как, 40-летняя тетя должна быть, вроде как, взрослым человеком. Человеку из меня довольно относительно взрослым тоже не очень получается. То есть я по-прежнему полкинист, я по-прежнему, так сказать, состою в движении, которое, вроде как, называется молодежным. Но, в общем, 40-летнюю тетю к молодежи отнести, ну, так, три сильных парня, наверное, дотащит. И каким-то другим способом меня довольно трудно отнести к молодежи, как. Вроде как, формально. А вот, однако, она, нее не надо носить, она сама туда приходит. То есть, иными словами, взрослый человек, а тем не менее, состоит в молодежном движении. У меня тогда было 40, окей, я сейчас 54. Вот, и, как вы понимаете, в той поры я стала выглядеть значительно лучше. Оденкинг я тогда моложе, но лучше, кажется, сейчас. Вот. И на протяжении скольких-то лет я читала эту лекцию по подростку. Я ее читала, разумеется, каждый раз по-разному, хотя какое-то ядро оставалось. И когда тебе 40 лет, а ты ведешь себя как подросток, у тебя стресса. Когда тебе 50 лет, а ты ведешь себя как подросток, то в стрессе быть уже поздно. И постепенно, с каждым прочтением, приходило понимание. И в итоге, вот, собственно, та лекция по подростку, которая есть в этой книге, я книгу какой-то передал, это лекция, которая была прочитана, если я ничего не буду, в 16-м году. То есть, без копеек, 10 лет назад. Это очень хорошо, потому что я уже наручь не помню, что конкретно я там говорила, ну, то есть, какие-то базовые тени, а они остались. А в частности, соответственно, будут сейчас новые. И я сейчас, разумеется, 10 лет на эту волну учу, тем я много что надумала. И поэтому я сейчас буду говорить не то, что в этой книжке, ну, вернее, не совсем то. Итак, начинаем с главного. Кто слушает меня по подростку первый раз? У нас есть... Нет, я даже не спрашиваю. Я просто к вам обращаюсь, я же знаю, что есть всегда есть новые виды. Значит, смотрите, мы четко, жестко разводим два понятия. Биологическая подростковость. Интуитивно понятно. С 12 до 18. Это биологический подросток. И социальный подросток. А это, понятное дело, что все присутствующие, потому что мы с вами на молодежном конвенте. Более того, я деликатно замечу, что вот когда-то у нас всякие, как называют, комитеты по делам молодежи занимались лицами до 35 лет, а сейчас, кто знает, они занимаются лицами до 45 лет. Пересчитайтесь. И вы поймете, что молодежью в этой аудитории является абсолютное большинство. Вот если проще сказать, кто не молодежь, и нам хватит, кажется, пальцы под одной руки, чтобы не молодежь пересчитать. Тария, ты еще молодежь? Письмо. Вот, отлично. Значит, и это очень важный момент. То есть, чем больше проходит времени с того момента, как я первый раз прочла нашу лекцию по подростку, тем больше наша цивильная жизнь становится все более и более подростковой. А, книги? Прекрасно. Я думаю, что книги сядут за это пиянино. Ну, можно взять другой случай. А, книжек я тогда скажу потом. И, итак, собственно, что делает биологический подросток? Нормальный биологический подросток от 19 до 18 лет. Его основное занятие, подскажите мне, это простой вопрос, это вопрос без подвоха. Социализируется. А, основное его занятие в нашем обществе? Он учится. Он учится. Вот. И вот здесь, заходите, заходите, вон даже стул еще и временно. Вот там, кстати, а тут стул сломанный. Вот я вижу там спинку. В принципе, это еще можно. Ну, понятно, можно, но не нужно. Ну, понятно, но не двигаемся. Понятно, хорошо. Старательный сказал. Ну, значит, будем считать, что он, а на месту, ну, тут есть какие-то еще. Итак, итак, наш с вами дорогой подросток, биологический подросток, учится. Теперь по этому поводу я рассказываю, нет, анекдот, наверное, буду, не сейчас, другой, не сейчас буду анекдот рассказывать, мне они с ней что запасит. Но сейчас пока без него обойдемся. Все довольно просто. Как вы понимаете, давайте так, вот тут вот много молодежи, которая, ну так, до 45, да? Дорогая молодежь, паспортная молодежь, вы старшее поколение современной техники, смартфоном, там и прочей фигне учили? Приходилось. Приходилось. То есть, мы столкнулись при интереснейшей ситуации, что если раньше старшие учили младших, и была соответствующая поговорка, что я эту курицу не учен, то сейчас приходят эти яйца и начинают эту курицу учить современных средств связи. Учите бабушку вебинару, да, учите бабушку скайпу, вот, чтобы ее жизнь была интереснее. Скорее уж курица приходит к яйцам. Учиться, да. Вот, иными словами, мы с вами сейчас столкнулись с ситуацией, не имеющей никакого отношения к нашим субкультурам, к тому, что старшее поколение, которое старше меня, оно хочет учиться и вынуждено учиться у молодежи. То есть, оно оказывается в позиции учащегося полнейший абсурд еще там 10 лет назад, да, понимаете? Более того, у нас сейчас, ну, вот у нас в Москве, например, на каждом столбе, ну ладно, на каждом подъезде висит реклама здорового долгодетия, где, соответственно, бабушке должны ходить, песни петь под гармошку, соответственно, вышивать там, склеить и так далее, и тому подобное, и дома пионеров, ладно, мутируют в дома пенсионеров. Причем эту шутку я подцепила, ой, вообще это не очень хорошая идея, потому что меня сдует точно, потому что с моим кашлем это очень рискованно. Я помню, что тебе хорошо, когда тебе холодно. Мне хорошо, когда мне холодно у нас возникает, особенно сейчас, это очень рискованно. А вот что можно сделать с той форточкой, я не знаю, если там кто готов ее попытаться открыть. Это как для меня, если такое шутка. А тогда можно перебазировать вместе со стула. Да. Вот, а там оставить погибельное сиденье. Нормально? Я говорю, можно просто. Ну, ты не забывай, 2 часа, это важно. Ну, вот давайте просто сейчас сделаем какую-то рокировку, вот, чтобы, в любом случае, будет холодно, мы можем ее закрыть, а будет нужно опять открыть. Итак, я хочу сказать, что в начале 2000-х, когда, соответственно, я начала осваивать интернет, я с интересом читала дневник нашей девушки, блок нашей девушки, которая живет в Японии, то есть она русская, но в Японии. И она как раз и писала, что она пошла учиться делать там какие-то традиционные японские куклы, и пошла она, значит, вот в такой вот центр, где обучают, и она там единственная молоденькая, все остальные бабушки и дедушки. Бабушки в основном логично. И, значит, это как раз и называла радостно домом пенсионеров. Вот, очень этого удивленная. То есть в начале 2000-х, чтобы бабушки и дедушки пошли чему-то учиться, это был нонсенс. Сейчас, соответственно, это аж на государственная программа. Итак, что нам сказала Галадрия со всех экранов кинотеатров всего мира, в 2000-м году, в 2001-м, я запуталась. В общем, вот так. Она сказала, мир изменился. И в этой фразе было больше смысла, чем туда вкладывал Джексон и вся его команда. Иными словами, мир изменился принципиально. Мир стал учиться. Учиться, учиться, учиться. Привет, дорогой товарищ Ленин. Ты не имел в виду. Вот, но о коммунизме я в связи с этим тоже иногда немножечко говорю. Кстати, сразу, чтобы обозначить вам насчет коммунизма, это не относится к нашей теме, но информация к размышлениям. Коммунизм – это, конечно, бесплатная... Советская власть будет с электрификацией всей страны. С электрификацией, кстати, все довольно неплохо. Интернет нужен везде. Так что с этим все очень даже неплохо. Я о другом. Коммунизм – это прежде всего бесплатное перераспределение материальных благ. Правильно? Дорогие мои, поднимите руки, кто ни разу ничего не отдавал бесплатно и не получал бесплатно. Полюбуйтесь на себя. Вот, как говорил, все равно что, руку лень поднять. Вот, но там была другая ситуация. Понимаете? Это не относится к нашей теме, но вам просто информация к размышлению. Кто, как я, учил марксистскую политэкономию, таких мало, или просто политэкономию, таких, наверное, ненамного больше, тот знает, что вот Маркс и Энгельсон в свое время пророчили мировую революцию, и никак иначе. Дальше революция произошла, но не в мировом масштабе. Так вот, понимаете, коммунизм они пророчили тоже мировую. То есть все пророчества о будущем, которые в конце 19 века писали великие сказочники того времени, они все были, что, так сказать, будущее настоит везде сразу и равномерно. Как то самое, омлет на сковородку вылетит. Но, в общем, даже омлет получается не всегда равномерно. А будущее пошло наставать дискретно, точечно. Мы все с вами в какой-то части коммунизма уже живем. Причем я готова поспорить, что среди присутствующих, по меньшей мере, большинство, а может быть и все, не только что-то отдавали бесплатно, но и получали бесплатно. А это уже, извините, элемент коммунизма. Вот, но это к слову. Про политэкономию мы с вами еще поговорим. Итак, вот он наш с вами изменившийся мир, в котором весь социум в той или иной степени учится. И, как вы понимаете, чему-то учатся старшие поколения, вовсю учимся мы. Ну, вот, так сказать, там, среднее поколение так называемые цивилы, да, что они делают, они ничему не учатся. Вот, и поэтому их презрительно называем цивилами. Это интересная тема. Очень интересная тема. Вот, а с другой стороны, что является самым важным товаром в настоящее время? Вот Маркс, как известно, родил, так сказать, формулировку «товар делит товар». Сейчас она очень сильно изменилась. Кто знаком с производством рекламы, кто знает, как делать рекламу так, чтобы она работала, причем неважно, что рекламировать, можно золотком рекламировать в своих постах. Что для этого надо? Как работает реклама? Железное правило. Рекламировать надо не объект, а эмоции с ним связанные. Только наш шампунь, самый шампунь на свете, превратит любую золушку в принцессу. Это хорошая реклама. Вы уже хотите меня спросить, а что же шампунь? Потом. Вот, понимаете? Это железное правило современной рекламы. Его отлично знает Кока-Кола, Кока-Кола, вкус праздника. Да, да, да. Никогда не берите в рот эту гадость. Но вообще слоган Кока-Кола в вкус праздника, все, это на вылет, и ты пошел покупать эту дрянь. То есть, стартово идут эмоции. Дальше вы купили эту гадость, поскольку вам сказали, что это вкус праздника, вы выпили ее, и у вас засияли перед глазами звезд. Или, так сказать, вы вымыли голову этим шампунем, почувствовали себя принцессой. Окей. То есть, на смену марксовской схеме товар-деньги-товар приходит новая схема, и подумайте, насколько мы с вами все находимся внутри этой экономической модели. Эмоции, деньги, эмоции. Понимаете, зачем возьмите зеланку? Я вам напомню, молодежи, очень приятно, что тут много молодых лиц, все-таки это не сборище тех, кого за 50, вот, кого за 33 зеланкона. Так вот, понимаете, я вам напомню, готовы слушать, да? Устраивайте детишки поудобнее, я вам сказочку расскажу. Были-то времена на свете, детоньки, когда интернету-то не было, и переписка была бумажная, написал песнишко на бумаге, отнес его на почту, две недели оно по Москве идет, а до Казани недели три. И поэтому приехать и встретиться в Казани, это был способ общения. То есть смысл конвента заключался в том, чтобы люди самых разных мест съехались и, так сказать, увидели друг другу в глазах-глазах, безмогли пообщаться, а не через интернет, угодно, интернет-разкрыл. Через бумажную почту, жутко дорогие телефонные звонки, не по карману были совершенно, вот, но письма берегут до сих пор. В общем, вот такие вот дела. То есть назначение конвентов было встретиться там, где нету другого способа. Окей, интернет в нашу жизнь пришел в среднем в 2000 году. Нафига все последующие дела сходят? Вот. И тут вы понимаете, что когда мы там орем наши песни под лестницей, то мы испытываем те эмоции, которые мы не испытаем ни через бумажное письмо, ни через электронное письмо, ни даже через вебинар. То есть вот оно, эмоции, как высшая ценность нашей жизни. И тут мы вернулись куда? К биологическому подростку. Вот. Потому что вы прекрасно понимаете, что биологический подросток от 12 до 18 это что? Это зашкаливающие гормоны, это зашкаливающие эмоции. Как это называется так? Если ты страдаешь, что ты жив? Вот очень хороший, пример, так сказать, буйство подростковых эмоций. Вот. То есть, иными словами, вот эта вот подростковая способность бурно переживать оказывается движущей ценностью нашего с вами общества. Мы живем в обществе, где эмоции это самое дорогое, самое ценное. Еще благодаря ковиду мы узнали, что эти эмоции все-таки через, так сказать, экран монитора передаются, но не осень, и лучше бы глаза в глаза. Я вот, например, преподаю через интернет с 12-го года и, соответственно, примерно 16-17, 15-16-е годы я только в интернете вообще работала. В 17-м году мне это начало надоедать, в 18-м я сказала, так, я готова читать лекции хотя бы бесплатно, лишь бы в живую. В моем организме не хватает живых человеческих глаз. И, соответственно, весь народ пошел проходить то, что я к тому времени прошла. Итак, пафос моего вступления заключается в том, что, во-первых, подростковость именно как мобильное сознание. Извините, можно вопрос про темы? А что вы преподаете? В мировой мифологии еще могу преподавать. И русскую литературу, кстати, книжку по русской литературе принесли артистам. Да, людям покажите, у меня это покажите, я витала. Ну, потом полистанец, ну, короче говоря, тоже дело было. Десять лет преподавала с большим удовольствием. Кстати, осталась единственная преподаватель в русской литературе в институте к концу своего преподавания. ко всем остальным просто студенты не ходили. Так скучно, у меня интересно, я стали вот так работать? А они не стали работать, но лучше на каторгу, чтобы было интересно к вопросу о ценности эмоций, чем туда, где нужно сделать, нужно же делать, и жить. То есть, кстати, в ту же тему. Так вот, короче говоря, и так, и так, еще раз суммируем наш с вами базис. Учиться, учиться и учиться становится девизом современного общества. и первое и главное, чему мы с вами, мы это вообще весь социум, от неприсутствующих, это самые расцивилинные, тупые цивилы, они все равно будут учиться. Чему мы все будем учиться, все общество, в мировом масштабе? Чему? В дальнейшем? Ну, да. Я так понимаю, живому общению. Живому общению, это ладно, сохранить старые науки. Ну так, мы должны поспевать технический прогресс? совершенно верно. И так, мы будем учиться владением будущими средствами связи. Я люблю тут задавать вопрос, какие будут средства связи через 10 лет, дайте мне ответ максимально точный, не буду сейчас тратить время на обсуждение, правильный ответ другие. Он не конкретный, но кто-нибудь хочет оспорить за это слово? Нет. Естественно, они будут другие и собаки, они собаки, а мы не можем представить, какие они, потому что они меняются с психообразным. Итак, весь социум будет учиться новым средствам связи. А поскольку склонность учиться это черта подростка, то некоторая подростковость является залогом выживания в будущем обществе и в нашем плане. Вот. Это первое. И второе, что мы сейчас с вами сыты, кто успел сходить за шкурой, разумеется, я имею в виду то, что сыты общество в целом, мы с вами одеты, у нас с вами крыша над головой, короче говоря, минимум проблем жизнеобеспечения у нас у общества в целом решат. и поэтому новую ценность и все более возрастающую ценность приобретают эмоции. То есть та же самая черта подростка. А теперь самое главное, чтобы мы были способны учиться, чтобы наш мозг сохранял мобильность, подвижность, гибкость и все вот это вот, что нам нужно. Ведь понятно, что если мы сыты и одеты, то базовые потребности нас не будут побуждать к владению новыми средствами связи. Для решения базовых потребностей кнопочного телефона вот так хватает. У меня все кнопочные, я не пользуюсь смартфоном. Вы удивились. Нормально же? Все говорят про цифровой деток. А я не пользуюсь смартфоном. То есть пользуюсь как фотоаппаратом и дикатом. Так вот, значит, для решения базовых потребностей учиться, учиться и учиться нам не нужно. Они решены. Тогда для каких потребностей мы будем учиться? Саморазвитие. Вот, то есть для потребностей творческих. И поэтому у каждого приличного человека что должно быть? Увлечение. Хобби. Увлечение. Именно так. И так мы с вами выходим на то, что креативность становится новым хорошим тоном в обществе. вы должны понимать, что каждый раз, когда вы идете в магазин для рукоделия, покупаете там те или иные штучки. Мужчины, вы на наши прекрасные веночки не смотрите, у вас магазин для рукоделия называется по-другому. А вот магазин для мужского рукоделия. Соответственно, не важно. Вы же понимаете, что роликов как надо правильно чинить проводную трубу ничуть не меньше в интернете, чем роликов как надо креативно на себе шарфик завязывать. Вот. То есть, иными словами, хорошим тоном является что? Делать самому. Заказать виночек и купить его. Это фи. Сан купали. Вот. Сантехника вызывать это фи. А вот сам починил. Это круто. Вот. Я так сказать, на меня периодически обрушиваются ролики женской тематики, но я, в общем, понимаю, что у меня редко доходит реклама роликов мужской тематики, но я понимаю, что там с гендерным равенством все примерно в порядке. Вот. всевозможные там сделай сам настоящий мужик с бензопилой взял сделал себе ворота буквально знаете как кисточкой бензопилой нарисовал на них медведя вот реально у меня лежит вконтакте этот ролик можете порыться в моих видео и увидеть вот как будто кисточкой рисует у него это бензопила газовая газовая горятка нарисовался на воротах медведя разрезал пополам ворот с медведем вот именно вот именно то есть чем больше мы с вами будем креативны тем больше мы с вами будем эмоциональны тем больше нам будет не хватать чего-то для творчества и тем больше мы что будем готовы учиться работать с новыми средствами связи готовы к плохому и тем лучшими потребителями мы будем мы будем прекрасными потребителями того что нам на производят и то и другое и третье и пятое и десятое понимаете вот вам извините и физическая экономика да я хорошо учила политэкономика в школе нас уже учили плохо и местами никак а в школе нас еще очень хорошо держали была прекрасная учительница судя по всему крайне левых взглядов крайне левых по крайней мере из ее мужа цитаты он ввел физику а она история вообще с вами так вот из ее мужа цитаты из Высовского сыпались только так вот поэтому судя по всему взглядов они были левых но это не мешало мне даже помогало ей здраво вкладывать в наши головы политэкономика и так вот оно наше с вами будущее вот я думаю что дядя Слава посмотрит эту запись ему будет интересно как ему тут будущее расписали и теперь мы давайте перейдем к чему-нибудь более возвышенной эльфийскому так значит дай-ка мне эльфа на культуре да а я попрошу алло выключить пожалуйста нам верхний свет так и здесь у нас будет да давай архитектура вот мы будем сейчас смотреть все подряд я надеюсь что у меня смачно перемешаны картинки чтобы они были собаки неравномерные не подряд а давайте сейчас павлирую не в правильном порядке а перемешанном вот отлично сделаем полный формат получше вот а назад окажали нет учиться новому учиться новому вот как вы понимаете это вряд ли кадр из первого слина ходитов скорее по мотивам нарисовано вот а это что такое а это что такое это восточное окно световое окно в каком-то освещении это осамят эпохи модерна это прорисовка то ли того же то ли не того же так оно будет само меняться видите как все само делается говорила мне мама в жизни ничего но в жизни ничего никогда само не делается вот в своей паре варьи пришлось учиться это вокзал какой-то ну да вокзал не вокзал что-то это как вы видите опять лавинет и это уж явно не кадры скрима атерский информативно нарисовано вот это зимний сад это зимний сад и это опять модерн так это это модерн не помню какой ресторан да и не важно какой вот это как вы понимаете уже по мотивам хоббит это уже трандурируют пусть они крутятся пусть они крутятся желающие могут на них смотреть соответственно мне основной смысл этого слайд-шоу в том что образы эфийских королевств идут в перемешку с фотографиями реальных зданий модерна вот и вы понимаете что перед нами в общем образы мягко говоря сходные причем в модерне это же было связано с чем прежде всего с техническим прогрессом они для себя открыли металлические конструкции которые позволили ну в частности построить эфелеву башню вот и много чего еще другого позволили поднимать здание на большую высоту потому что если построить слишком высокое кирпичное здание то как вы понимаете верхние этажи раздавят в какой-то момент нижние кирпичи и оно рухнет а вот когда оно у вас из металла то оно поднимается гораздо легче и выше ну и посмотрите вы на эту эфелеву башню и глаза бы ее не видели вот ну так сказать стоит в себе и стоит и считается уже достопримечательностью и так и так я хочу сказать следующую вещь это слайд-шоу кто крутится кому нравится смотрите кому нравится смотрите на меня или еще куда-нибудь я хочу сказать очень простой когда мы это в очень широком смысле слова пишем нашу фэнтези мы решаем актуальные проблемы нашей абсолютно реальной жизни вообще словосочетание реальная жизнь у меня вызывает дикое дикое и не культурное хихика потому что как называете вот чтобы сделать этот костюм мне понадобилось затратить мягко говоря много сил это несомненно реальная жизнь вот значит смотрите что так называемые цивилы называют так называемой реальной жизнью чубок сидит на диване и пырится в телевизор он живет реальной жизнью мы с вами это бы оспорили но цивилы считают что он живет реальной жизнью ведь там показывают новостную программу и все что показывают в новостях происходит на самом деле кто смотрел фильмы хвост меняет собакой то сейчас вообще будет заряжать даже чем нельзя смотреть да я понимаю вот скажите пожалуйста когда ну поговорим о мужском оно как сказать понимаете все лутовки того что и дам по аудитории многую я тоже все-таки немножко женщина у нас все как-то женский перекос да но я за гендерное равенство как уж не сказал надо же быть феминистом вот значит можно 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 они там крутятся они все вот вот вернулись так вот соответственно когда настоящие мужчины идут на стадион болеть за настоящий футбол они живут реальной жизнью они считают что да нет ну скажу да они считают что да вот игра реальна они реальны пиво реальны не ты тоже реальны все прошло эмоции эмоции безусловно реальны то есть когда ну сейчас это уже несколько уходит в прошлое бумажные газеты уходит в прошлое но кто читал Денискины рассказы в детстве нехорошо их помнит тот помнит что там когда папа входил в сюжет он всегда входил одной единственной фразой автора папа отложил газету и так вот когда папа сидит и читает газету он живет реальную жизнь собственно более того цивилы именно это и называют жить реальной жизнью то есть иными словами фраза жить реальной жизнью означает некое существование связанное с объектами материального мира да вот так сказать вот ощутимыми если это объекты неощутимые то пока газеты были бумажными было проще когда газеты стали электронными стало сложнее изменить да в контексте подойдет термин дешевый вы видите ведущий день в газете в газете в телевизоре ну в общем да вот то есть иными словами собственно говоря понятие реальность оно у нас с вами сместилось на наших глазах за последние двадцать лет с того момента как газеты из бумажного варианта очень полезно было потом награть на прямоугольничке использовать в комнате уединенного отношения соответственно перешли в электронный формат приходит в туалетную компанию так вот то есть я хочу сказать очень простую вещь что художник это художник в широком смысле слова это такое хитрое существо которое живет немыслими когда художник пытается начать думать получается господи роман толстого воскресенья если кто читал поднимите о я читала ну вы три человека я не меня хватило краткого знакомства с отдельными цитатами короче говоря художнику нельзя думать художник живет чувствами и предчувствовать он может то что то ни в коей мере не входит его сознание и соответственно когда художник предчувствует что-то из некого нереального будущего ну на сто лет вперед то он говорит что это не реальность это фея фэнтези все то то что катить золотое яблочко по телевизору покажи нам яблочко да 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 всех участников вебинара естественно и так далее дядя слава в свое время развлекаться на каком-то семинаре значит когда мы брали образы из сказок и давали им современные соответственно обозначения современные вот а ну у нас будет потом другой значит мы будем выбирать соответственно хорошо хорошо значит мы постановили так отлично итак я хочу сказать очень простую вы можете на досуге я не буду на это сегодня тратить наше время нам еще есть что сказать вы можете на досуге так сказать мысленно пролистнуть вот образы толпинских эльфов да и перевести все это на современные вот мобильник палантером логично называли еще времена кнопочные и оно пошло дальше то есть иными словами а образ эльфа который сформировался собственно он сформировался до толкина сформировался по сути в культуре одного в культуре модель в культуре начала двадцатого века этот образ эльфа по сути является предчувствием того каким будет солнцу это спустя лет после того как толпин все это написал значит относительно модерна сейчас давайте не понадобится всей будущей так давайте нам перетихай чем-нибудь промочить морло лучше медовухой но можно и какой-нибудь менее прекрасный медовуха о о о о о о о о ercise пожалуйста еще приступ а ну о культа зеркал о зачарованы качественный кубок повинул это только хозяином но технологии учиться приходит с реальность аналоговая вы можете сейчас наслаждаться это проект зеленые вертикали он где-то там юго-восточной азии не помню корее и там сингапур или китай честно не помню вот и тут обратите внимание где-то объемный и понятно что это рисунок и везде обратите внимание какие прекрасные деревья по всей высоте этих вертикалей а потом увидите несколько кадров где деревья конечно растут но как-то это понятное дело опять же макет потому что деревья равномерно большие на самом деле деревья на такой высоте расти не способны и вот там где оно окажется лысого гладко было на бумаге забыть про оврач вот то что построили и вон видите какие-то деревья но у меня собственно говоря вот у вас в предыдущем слайдшоу были прекрасные многоэтажные дворцы на деревья и вот люди не знаю считали толкина не читали сами придумали что там с деревьев наверху обратите внимание очень хорошо заметно что чем выше тем меньше деревьев вот они себе хотели такое но вот есть у нас короче говоря не очень хорошо получилось но я сейчас возвращаюсь узнать хочется вы будете заодно отличать макет вот и так сама по себе идея некое высоченное здание она же одновременно является деревом собственно говоря эта идея зарождается в культуре модерна она зарождается еще на рубеже 19 20 веков потому что все эти изогнутые линии модерна которые мы с вами прекрасно знаем это на самом деле откуда их срисовывать вот хотите нарисовать свой собственный рисунок модерна прекрасные дамы пусть вам молодой человек подарит букет тюльпанов молодой люди запоминайте вот даже букет у вас постоит завянет но вы его не выбрасывать и когда у вас листья начнут засыхать с них можно рисовать каждые две недели новый рисунок модерна потому что они будут засыхать засыхать каждый раз разный просто божественно с исторической точки зрения концепта многоэтажного здания дерева если прямо переводить в общее понятие у нас возникает еще во времена скандинавского языческого ну это интро или это немножко другое тут скорее интересно вот что знаете то скандинавское язычество которым мы хотим сказать между прочим входит в европейскую культуру благодаря кому монахи христиану нет я не виду вот то как мы его знаем вагнер вагнер вот причем влияние вагнер было настолько мощно что как вам наверное известно первая строчка произведения посвященного абсолютно реальной жизни была такой правильный призрак бродит в европе отец можно на шаг назад потому что вагнер был очень но призрак коммунизма манифест коммунистической партии потому что историю социально-политических учений 20 века и так и так стало быть образ дерево дома сначала возникает в модерне и он делается из металла и вот у нас с вами в предыдущем слайд-шоу да были эти самые витражи то есть пожалуйста этот вот эффект дерево делается при помощи металла и стекла толкин дальше идет развивает это дает нам образ лориан и собственно говоря это этот образ развивается в современной культуре я вам могу такой же дубай показать у меня с собой нет я решила что этого вполне хватит в дубае тоже самое хотят сделать собственно и делают то есть короче говоря это вот вам пожалуйста как образ возникает в искусстве переходит в другое искусство вполне себе реальную жизнь и здесь же мы с вами подходим к следующей теле это любовь природа природу мы мягко говоря не убил любите природу мать прошу так дай к нам для начала ну что а не дай же не могу даже дай ювелирку вот да у меня тут просто фотка вы сейчас будете любоваться это ювелирка ювелирное искусство эпохи модерна самое разное я не буду все это комментировать и соответственно как они любили природу вот мы сейчас будете любоваться пока нам не надоест это слайдшоу а это очень а вон там нужно здесь там есть целых два места это ситуация следующая когда горожанин оказывается окончательно оторван от природы он начинает эту природу с удовольствием это этому европейцев научили японцы и теперь приходит очень интересный момент у тебя жена готовится на чём смотрится ну пусть она покажут но у тари меня спасла у неё море с собой есть какой же современный мастерийца нету с собой значит так вот ситуация следующая а любовь к природе а причем заметьте природа завидной регулярностью посмотрите на эти пожухлые самолётики клюр природа не парадная природа не роскошная природа убидающая природа некрасивая но это еще ладно больно не долго лично не долго но разумеется а так вот короче говоря природа в ее неприглядной стороне становится посмотрите женщин в неправильной форме становится темой любования в модель но говорим о нашем девичьем хотя мужчина тоже слушайте вам нам все это дарить я не знаю что они будут лучшим случае это может быть какой-нибудь резной рок но знаете я просто знаю сколько стоит сейчас произведение звездного рога модерна до сих пор нету вот соответственно жемчуг естественно морской бриллианты короче дорого то есть вот это печальное любование природы в эпоху модерна было доступно кому только самый-самый дорогой богатой части то есть хотя это казалось бы любование вот таким вот не имеющим ценности недолговечным и так далее но одно бесценное не только в переносном смысле но и к сожалению в прямом тоже очень-очень дорого то есть это это был и это была часть культуры богатых дальше в двадцатом веке происходит самые разнообразные потрясения причем я хочу обратить ваше внимание поскольку я интересуюсь культурой европейской я должна сказать что поту и эту сторону железного занавеса когда он был занавесом и так сказать социалистического капиталистического лагеря когда занавес был не очень занавесом проходили примерно одни и те же процессы то есть вот когда мы с вами идем по улице и видим прекрасный особняк в печальном состоянии мы говорим вот блин клятые большевики поубивали дворян и захватили особняки особняк стоит разрушает и большинстве пластик кто знает что в их них европа в их них великобритания замками творится вот кто не знает рассказываю на пальцах понимаете у нас этот особняк принадлежит государству и теоретически у него есть хозяин это государство может быть она почешется и что-то с этим особняком сделать у особняка есть шанс в конце девятнадцатого века по всей европе понастроили по британии безумное количество прекраснейших замков все один другого средневековик понастроили они все частные поддерживать этот замок проще сразу застрелиться и хозяева их забрасывают и эти замки сейчас стоят в руинах и с ними ничего нельзя сделать потому что они вот или в собственности семье у семьи нет денег или даже семья вымерла и вот короче говоря у них проблема того что прекрасные совершенно замки особняки становятся бомжатниками она такая что нам она и не смело спасите вот короче говоря так а чего нового кино не показывает так вот поэтому я просто хочу этот момент подчеркнуть что европейская культура и американская культура его россия европа северная америка это культура которая в целом едино там есть тонкости и разница но нету как бы принципиальной разницы между ними так вот и так рубеж двадцатого века печальное любование природы которая доступна только сам сам богатой части общества когда героический победит и так сейчас будет реклама алиэкспресс соответственно жил да был прекрасный человек уильям морец которого вы все наверняка знаете и был сторонником социализма вы думаете с человеческим лицом нифига он был сторонником социализма софийским лицом вот запоминайте кто он так он создал братство искусств и реверсер вот в общем по запросу вели море с википедии вам расскажет лучше моего я тратит судно братство искусств и реверсер он говорил что без ручного труда у человечества нет будущего мы это с вами сегодня уже рассмотрели связи со всевозможными роликами и инструкции он был прав и так у человечества нету будущего и поэтому он больше всего таскать он очень много что делал много что рисовал прекрасный художник его наследие огромное но в нашу культуру подсказываете специально для молодого человека который не постеснялся сказать что он не знает в нашу культуру вели море сходит как то авто узором которые он делал для тканей а соответственно в наших прекрасных интернетах задолго когда я не знаю как они были а вот собственно говоря я сначала в начале двухтысячных в интернете вижу божественной красоты узоры и это что это огонь для наших сайтов вот заметьте сайт это тоже то что мы делаем более-менее руками ну что правом формате не в аналоговом так вот а и соответственно так вот да мы ждем но тайна спасительница все прекрасно а и что происходит и так пока море сработал опять же на рубеже 19 20 проблема с его сообщества ремесел и искусств искусство ремесел заключалась в том что поскольку он сторонник ручного труда то сколько стоили их произведение предназначены для украшения быта простого народа до хренища поэтому они как бы за народ он как он за социализм социализм я видела обложку книги мориса брошюры там написано на латиницей социализм и такие узоры вокруг достойные всех голодрений на свете понимаете я же напеваю что я хочу такой социализм а вот но реально его покупателями тогда что с хвостом лет назад были только богатые люди что происходит отгремел двадцатый век со всеми его проблемами и настала эпоха они настали китайцы которые очень тонко чувствуют что хочет потребитель в частности европейский и они стали печатать ткань с рисунками мориса и что эти ткани но тут не очень дешево но где-то по моему за отрез 50 сантиметров на 150 500 рублей это не очень дешево но как вы понимаете примерно всем присутствующим то есть парадокс заключается в том что та красота которую соответственно морис хотел привести в дом простого человека пришла в дом простого человека но она туда пришла не при жизни мориса а спустя сто лет причем я как простой человек могу авторитетно заявить что у меня она в мою жизнь сначала пришла в качестве обоих для моего сайта там моих блогов и так далее и только потом когда китайцы стали так сказать все это множить а уже видит рябочек прости меня никак не дышит у меня до сих пор нету вещи с сумка море с ногу с подводной ложкой кстати у кого много денег а сейчас мастерские гобеленов делают гобеленовую ткань вот тут компетентные товарищи кивают вот по рисункам моряца но там что-то метр стоит тысячи три или больше после это самое обменяются адресочками короче говоря то есть иными словами у нас есть в россии самая главная я знаю но они там с чемят и говорили о чем дышит ну я не умножила на сумке рюкзаки с гобеленового роста за две три тысячи что? сумке рюкзаки с гобеленового роста за две три тысячи понимаешь какая штука мне не интересует отрез на рюкзак мне интересует отрез на платье со шлейфом ну и там где метр две-три тысячи мне не нужно дать ну ладно это уже о нашем одеющем да скоро он появится итак итак вот у нас следующий очень интересный виток нашего эльфиса то есть еще раз пассаж про моряца в виде резюме тоска горожанина по природе готовность горожанина любоваться неправильной природой поэзия природы которая выражается у Толкина то есть в одну сторону вот вам портрет молится у меня он представлялся таким знаете типа Ленского, Лоенгрин а тут какой-то носатый бородатый дядька вот ну тут самый известный его рисунок во многих разных цветовых вариантах он существует вот я буду показывать что открылось что открылось что открылось а так вообще в гугле не забавим вот все прекрасно и так то что вот видите это у него обои для тех кто живет реальной жизнью вот вот соответственно а когда это обои для сайта и для телефонов то это видимо для тех кто витает где-то там до какой-то момент открыло очень много его картин если найдешь будет здорово и так и как я уже сегодня обещала мы с вами от возвышенных идей весьма далеких от реальности как вы видите быстренько перешли на осуждение современной продукции морис на хлопке морис на гавилене морис в виде рюкзака морис в виде того сего я не буду туда смотреть чтобы не отвлекаться а вам покажут какое-то количество морис и будет нам счастье и так собственно говоря поэтизация природы это вообще гигантская часть нашего быта вернемся к описанию эльфов как вы понимаете самое яркое описание эльфов это их связь с природой и это многое раньше толкина это горячо нелюбимый им шипспиль оберон титания все вот это вот значит надо жить в лесу молиться к лесу нет никому не надо молиться надо быть прекрасными эльфами эльфы часть природы вся вот эта красота пошла как вы понимаете сейчас идея в той или иной форме впускать природу в наши дома она касается не только нас дивных и прекрасных это опять же очень мощный тренд современного интерьера и там в скандинавском интерьере они должны быть какие-то такие сякие деревяшки и дальше пошло поехало разные стили интерьеров разная любовь к самой разной природе иными словами вот эльф который растворен в природе который в ней живет это что это в современном обществе местами тренд местами бренд посмотрели на свои веночки иначе остальные вот таким вот таким земляничный ворючок да 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 ворую землянику вот он чертеполох очень известный ну и так далее в общем кто такой морис я думаю теперь понятно абсолютно всем где искать где покупать в общем все все поняли дальше будем обмениваться сроками вот и я еще раз хочу подчеркнуть что речь идет о том что тогда это точечные проявления да и сейчас это переходит в некое массовое производство давайте мы перейдем к следующей теме так значит откроем опять же эту культуре пожалуйста так сейчас я посмотрю если у меня тут что-нибудь тему точки ювелирка так это нам не понадобится ладно значит а значит откроем бибьен ли и дарма вот вот вам пожалуйста сейчас будет фото бибьен ли кто не знает кто это такая потом погуглит нам интересно другое не все прекрасные дармы нечего улыбаться тут есть брутальные мужчины они не обязаны вот вот значит пожалуйста вот вам бибьен ли с одной стороны она молоденькая а с другой стороны она не очень молоденькая вопрос сколько ей лет там где она не молоденькая кто знает правильно тот молчит лет 75 паспорт может спрашивать нет ну давай она нас не слышит сколько сколько 48 так 55 56 56 это где-то под 80 должно быть судя по платью должно быть под 80 так судя по платью просто 80 так хорошо под 80 окей хорошо так опять сколько там где она логично не молоденькая я не могу не заметить что у меня гораздо больше нравится 50 50 50 60 65 сколько 60 65 вот еще надо учитывать что там очень яркий свет 40 40 40 да я бы сказала что она там так сильно засвечена что свет съедает три четверти вообще по-моему да это был просто замечательный фотограф и ну ну она конечно прекрасна вот так вот короче говоря так убери кадр у меня шпаргалка написана в списке Паева ага чтобы я точно не ошибилась не ошибилась да ага так вот 52 венгел 52 гарба 55 гарба и 52 венгел 55 да но там видно верни нам ее там видно что очень сильно он пересвечен и морщины очень сильно именно за счет яркого света убрана учитывается что это лишь трансляция на экран вот так вот знаете но когда верни Вилье ага вот когда на Вилье который 52 года да мне 54 где 52 причем заметьте это одна из самых прекрасных актрис всех времен и народов ее лицо это часть ее работы мое лицо какое бы оно ни было никогда не было частью моей работы я никогда не работала лицом я работаю содержимое черепной коробки и его но не лицо ее лицо это область ее профессионализма вот ну соответственно у кого из нас машин больше в общем примерно ведь вот хотя я очень сильно сдалась там последний год и так далее короче говоря короче говоря пусть с нами остается ребят давай на полный экран а а правильно вот как многому можно научиться за время лекции к вопросу о том что мы будем учиться с редком связи а так вот а и так наша с вами следующая тема это вечная молодость мы с вами начали с молодости эмоциональность с молодостью ментальность, да, и поговорили о ее экономической составляющей. Следующая часть – это молодость физическая. И тут у нас должна быть реклама косметических средств. Но, к сожалению, производители косметических средств упустили возможность вставить сюда мощный рекламный блок. Поэтому вы можете пойти в любой супермаркет и посмотреть там на эти средства непосредственно. Мой личный совет – лучше покупать на Алишке, а не мощнее, а на Алишке ниже. Так вот, то есть, вы понимаете, мы давным-давно потеряли отчество. Меня сейчас кто-то называет по отчеству, половине присутствующих, оно неизвестно. И как бы это нормально. То есть, если раньше было хорошим тоном обращаться к молодому человеку, как к взрослому, да, потому что пока ты молод, ты ничего в жизни, в общем, не совершил, да, но если тебя зовут по отчеству, то ты уже взрослый, ты уже личный, все серьезно. То сейчас важно подчеркивать молодость, да. Сейчас сказать мне, что я, ну вот не в этом виде, а в том, в чем завтра приду, сказать мне, что я выгляжу на 80. Это, в общем, будет, вероятно, нахамить. Хотя вы увидите, что я всеми силами косклюю вот в том, в чем буду завтра, да, поймаете меня, посмотрите. Я как раз косклюю под то, что мне 80. Ну, у меня есть куда взрываться. Как любой, кто молод душой, я хочу выглядеть старше. Это психологически совершенно нормально. Я достаточно подросток, что во своем возрасте, говорит, мне почти 50. Это вообще манера ребенка. И так далее. Так вот. Нет, всегда лично было выглядеть на 80. Надеюсь, моя мечта когда-нибудь сбудется. Так вот. Соответственно, сейчас физическая молодость является законом общества. Причем, вот конкретно, вот совсем в настоящее время становится следующий очень интересный тренд. Это тренд на незакрашивание седины. Вот. Это тренд на то, что, так сказать, идет по подиуму вереница моделей как мал-мала, моложе. А первый идет, значит, их бабушка, который там 70 и седина у нее не закрашена. И вот она, так сказать, модель со стажем. И, соответственно, она свой возраст демонстрирует. И логично, очень выгодно на фоне этих девочек смотрится. У нас забавная штука. У нас, я живу в центре Москвы, и у нас, недалеко от нашего дома, строили, кстати, очень красивую архитектуру. Значит, какой-то там клубный дом там, безумно дорогой, все как надо. И на заборе, мне мама говорила, не считаю, что пишут на заборах, но я непослушный ребенок, как по мне можно понять. Так вот, на заборе богатство неописуемое, нам такое не снилось, этого дома рекламируют три образа. Девушка, молодая, прекрасная. Мужчина, бородатый, брутальный, по-моему, с татуировкой. Не помню длину волос, чуть ли даже не длинный волос, чуть ли какой-то так, очень импозантно, мне понравился. И дама, лет 70, комплекцией Тари, с волосами длиной, как у Тари, но абсолютно седыми, и разметавшимися. Божественной красоты. Очень интересная тенденция, но заметьте, она тоненькая, у нее роскошные волосы, и, соответственно, вот эта тема, ну, лучше в Галадаре. Вы понимаете, вопрос для жутки нескими векторинами, сколько лет Галадаре было? Да-да-да, когда от нее гимню с ума сходила. Вот. Короче говоря, короче говоря, это новая, совсем новая тенденция, но, как бы, сохраняя внешние приметы старости, тем не менее, нести в себя какой-то элемент юности, все равно остается нужен, так сказать. Поэтизации вот этой вот старой, уютненькой старушки, такой классической бабушки, этого у нас в культуре нет. а если есть, то на глубочайших эльферии и детских книжках. Итак, мы должны сохранять молодость. Причем, это касается лица, это касается фигуры, это касается спортивности, то есть, соответственно, опять же, когда мое поколение говорит, что наша мама ходит в бассейн, это очень стильно, это очень стильная мама, все хорошо. То есть, вы понимаете, что то, о чем я сейчас говорю, я напрямую говорю о том, клятвом обществе потребления, ну что такое, косметика в супермаркетах, оно, это же критейшее общество потребления, абонемент бассейн, да, что подарить своей девушке, вот запоминается, абонемент бассейн. Соответственно, реклама клубных домов, это критейшее общество потребления, и оно начинает работать, опять-таки, с эльфическими идеями. Теперь у меня философский вопрос, сколько у нас времени нет? 20-20. 20-20, я говорю, ровно час, и у нас есть еще картинки, давай их дальше, так, нет, мы выходим, это тоже, это меня сейчас... Не видим пока. А, Финдлирус там, она... Что, Финдлирус не видишь? Вот именно, что Финдлирус не видишь, так, а, дайте мне точек, вот папку, точек тут есть, мы сейчас о ней поговорим, это хорошая тема. А, даже знаешь, что, нет, выйди на уровень выше, так, и у нас здесь будет папка Морозов. Сейчас еще одну я... Изменный? Нет, любой, любой. Это... Как вы ставите его? Любой, бывает. Вот. Теперь, значит, еще одну вещь расскажет. Собственно говоря, это из будущих книг, я это озвучиваю в таком виде, второй раз в жизни. Вот когда-то были у нас лихие 90-е, и меня тогда, вчерашнюю студентку, ну, как вчерашнюю, я, конечно, недавно закончила университет, но я к тому времени уже много лет подавала, и поэтому, так сказать, с хорошим, уже багажом была, наработали. Меня взяли в несколько энциклопедий тексты писать. И меня взяли, в частности, в энциклопедию по искусству, писать, по-моему, обзорную, что есть статью, что-то такое было. И я решила, что-то бери, 90-е годы на дворе, свобода, равенство, просто, долой костную советскую науку, дорогу новым идеям. И я решила всю, всю, то есть вообще всю, абсолютно, историю искусства пересмотреть. Мне было лет примерно 26, это было нормально, психологически, вполне. И я всю историю мирового искусства распределила подлинную пользу, которую перед вами, художник, зритель, пользователь. Вот. Берем западноевропейское искусство. У нас тут есть какой-то почти один. Как вы понимаете, шуточка на тему от этой картины пользу она только наоборот загораживает, это шутка. То есть в западноевропейском искусстве все очень просто. Есть художник, и есть жрич. И теоретически у искусства нету пользователя. На самом деле все не совсем так, но нас сейчас интересует декларация. Все вот так. То есть художник есть, зритель есть, пользователь нет. Это западноевропейство. Есть религиозное искусство. Соответственно, в религиозном искусстве прежде всего есть кто пользователь. То есть тот, кто купит ваш сакральный объект и будет его использовать в своих религиозных целях. Пользователь является кем? Подсказывайте. Зрителем. Зрителем. Совершенно верно. Как дело обстоит с художником? По-всякому, по-разному. Расскажите мне про художников, которые личико рисуют в исламском искусстве. А я вас послушаю. Вы знаете, что в исламском искусстве человека теоретически это прищетно. Слушайте, вы мне еще по фишистскому миниатюру скажите. Я еще раз говорю, на самом деле все сложнее, но мы говорим о том, как культура себя декларирует. Если вы верующий человек, то соответственно художественные достоинства того священного изображения, на котором вы будете молиться, для вас играет последний урок. А иногда и в общем никакой не играет. Поверьте мне, я специалист по буддистскому искусству и нарисованных изображений левой задней пятой я в своей жизни видела больше, чем хотела. Вот. То есть религиозное искусство это искусство, где художник иногда вообще уничтожается. Но если я вам из священного места принесу камень, он будет священ? Еще как? Будем на него молиться? И мы на духе будем его кропить? Потому что это священный камень. Как делать художник вам устоит? Буду я. получается в случае религиозного искусства контекст превалирует на содержание? Если угодно. Итак, художник оказывается сведен к минимуму. Эта формулировка я думаю вся кустая. Частный случай искусство религиозное искусство знаете какое? Русское. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Угу. Это то же самое. Мы берем в этом проблемы русского искусства, русской культуры. Что она насквозь религиозна. И у нас постоянно ну знаете мы в 20 веке весь серебряный бек. Выкинули иначе и все. Вот вам пожалуйста минимизация художника. Дальше. Минимизация зрителя. Вы уже понимаете. Вы уже знаете следующий ответ. Осталось задать ему правильный вопрос. Это дзенское искусство. Какой-нибудь китайский мастер берет кисть берет воду и пишет иероглифы на асфальте. Можно на песке но на асфальте удобнее. Самый яркий пример искусства где роль зрителя минимальна. То есть для него это акт медитации все пошло поехало лекция по культуре востока это туда пьянь. Вот сейчас я это делать не буду. Да конечно для него это духовное преображение. Но дорогие мои эти три типа искусства нас не интересуют. А нас интересуют подсказывайте мне. Правильный ответ перед вами надо задать ему правильный вопрос. Дарья, посмотри на себя в зеркало и скажи всем про четвертый тип в зеркало в зеркале у тебя подсказка. Здорово, выручай. Кто делал племенок? О, я вам. Нафига? Прикольно. Хотелось. Правда сейчас. Да, да, да. Я понимаю, я нафига наделаю. Кто делал мой мастер? Мы на самом деле делали две мастерские. в смысле делала. Главной убор делала в Питере и все остальное делала я. Причем под словом все я подразумеваю, что я увидела этот роуч, я его захотела, но я толстая все эти пятидесяти лет и буду ходить в индейском голодном уборе. смешно же. Вот я задумывалась, как можно сделать так, чтобы на мне это смотрелось уместно. Я поняла, что это образ северного сияния. Я пошла на прекрасный интернет. Я долго гуглила северное сияние. Самое смешное, что я нашла не фотографии, это не фото, это картина, от которой я отрезала все лишнее. Сажала ее при этом изуродовую. Художница меня бы убила за такое, но она не узнала. Дальше я там еще немножко довела в фотошопе. Дальше я это сделала в соответствующий файл, отправила на принт на ткани, сшила, купила все эти рукава, все эти перья, это опять глобали. Вот, перышки садили. А дальше было самое прекрасное, что я могу рассказать о глобализации. Убор из Питера, перья из Китая, принт из Москвы, дальше все это собирается и дальше как будто оно все в одной мастерской делалось. Когда я увидела, насколько совпали все цвета, я была в соке. И, кстати, аквагрим краски без смеси, вот чистые цвета, вот как-то они в палетке есть, так они используются. Итак, народное искусство, которое перед вами, на самом деле вот вам подсказка, где художник является, прежде всего, кем? Пользователем. Вот вам, пожалуйста, то, что нарисовано на картинке. Да, ну, какой-то, не обязательно нынешний хозяин этого домика, да, но какой-то, сам себе вырезу, и сам, соответственно, любуется. То есть, это вообще моя будущая тема работы. У меня очень много материала, о, конечно, я рекламирую себя, боже, боже. Дорогие мои, у меня будут непременно лекции, я это буду называть эфийским искусством, искусством завтрашнего дня, многомерным искусством, разными красивыми словами. Это, главное, нельзя называть современным искусством, потому что современное искусство ассоциируется с унылым абстракционизмом. Разными словами буду называть, у меня цикл подготовлен из шести лекций. Я его буду вести, он будет очно в Москве, он будет в интернете, следите за объявлениями, все это будет. Короче говоря, вы понимаете, что когда в специальных мастерских рисуют хламу, это народное искусство? Нифига! Это производство сувениров. Это делается вообще для иностранцев. То есть, оно когда-то было народным, очень давно, но с той поры это такая же стандартная сувенирная продукция, как и все остальное. То есть, на самом деле, там и с народностью эта форма все довольно относительно, потому что это влияние города на народное искусство пошло-поехало. и так хорошо продается, потому что это не настоящее, в основе свое единственное народное искусство, а городское. Вот. Итак, главный признак народного искусства, художник, зритель и пользователь, это одно лицо. И тут вы задумались о том, кто как одет. И вдруг вы обнаружили, что мы с вами народные художники. Как интересно. Вот. Что касается, ну вот я в предыдущий раз это все читала в том костюме, который первые два дня бегала. Значит, смотрите, если девушка сама себе шьет кринолин, она народное искусство. Потому что, как вы понимаете, те дамы, которые кринолины носили, они их не только сами не шили, но даже, в общем, сами не были дизайнерами. Особенно оно народное искусство, когда потом обдорожив, что на балу ей кольца мешают, она выходит на площадку, поймает эти кольца и возвращает на тот слот. И это тоже. Значит, то есть, всегда напоминаю пример, да? Акула, дельфин, слон, медведь. Кто является из этой четверки наиболее релистными рослинами? Акула, дельфин, слон, медведь. дельфин, дельфин, слон, медведь, дельфин, слон, медведь, дельфин, слон. Как ни странно, биологически, дельфин и слон в этой четверке самые близкие родственники. А как вы понимаете, акулы от всех этих мертвопитающихся наиболее дальние. То есть, когда мы говорим о типе искусства, мы не смотрим на внешние формы, мы смотрим на содержание. Содержание сама себе сделала, сама хожу, красуюсь, ну или, соответственно, сам. Это народное искусство. А то, что это кореналит, ну, только дельфин тоже без задних ног, я извиняюсь. И не жалуюсь. Это заставляет нас вернуться к вопросу о модерне и о том, насколько вы правильно интерпретируете мотивы тех, кто делает ревелир. Завтрак пролетария в Фаберже. А у них вызов был не в том, чтобы природой любоваться, а в том, чтобы сделать красивым из самых некрасивых вещей. Ну, это все-таки исключение. В основном, кстати, Фаберже работал в неорусском стиле. Но Завтрак пролетария тут. Ну, да, но это исключение. Так вот, итак, это обозначение народного искусства современного. Давайте и сейчас раз мы с вами заговорим об очень интересной теме. Итак, во-первых, вы узнали, что эльфами скоро будут примерно все. И в известной степени более или менее все являются, даже если они считают, что они живут реальной жизнью. То есть, ничего кроме телевизора не смотрят. Но ходят в спортзан, и там смотрят рекламу. и теперь вы с интересом узнали, что вы народ. Это прямо вот свежо. Это прямо свежо. А теперь я скажу еще одну интересную вещь. Знаю, вот, да, ты хотела, папочку, тебе понравилось название изменяющийся мир или измененный мир. Вот, давайте мы посмотрим этот измененный мир. И вот с чего мы с вами начинаем. Некий фотограф, у меня там в шпаргалке записано его имя, проехался в основном по Балканам, где такие прекрасные квадрови ходят до сих пор. Вот, значит, полежит у меня этот край. Следующий конечно симпатичнее, но у меня нервы его не выдерживают. Давайте подержим этот. Значит, смотрите. И я даже пролистай немножко вперед. И вперед, не назад, вперед. О, еще лучше. О, красота. Значит, и вот вы пока будете любоваться на этого чувака, который замедленно цепите. Все видят? Отлично. Итак, прекрасно. Итак, значит, как живет народ. Сейчас будем выяснять, мы с вами народ или не народ. Но нормальный как бы крестьянин. Его жизнь состоит из каких периодов? Простой вопрос. «Радиус»? Радиус и желудок. Нет, радиус и граждан. Ограждан и цикл. Но этот цикл в целом. А цикл состоит из каких периодов? Радиус горнавад. Радиус горнавад. Хорошо. Синония мне, пожалуйста. Работал на празднике и будни. Вот, значит, пожалуйста, только не надо мне тут говорить слово «он». Праздники и будни, точнее, будни и праздники. Кто такой крестьянин в будни? Странный вопрос, вопрос без подвоха абсолютно, потому странный. Он простой труженик. Он ходит в простой беглой одежде, он занимается тяжелым трудом и кем он является в будни? Вопрос без подвоха он является сам собой. Дальше, как вы прекрасно понимаете, наступает праздник. Как крестьянин, крестьянка одевается в праздник? В лучшее. Как нужно ярче. Лучше? В лучшее. В лучшее. В специальное праздничное. Специальное праздничное, которое является или или карнавальным, москарадным. Ну, что это значит? И на самом деле очень простой вопрос, без подвоха. Спасибо. Он является или лучше, чем повседневное, или тематическим. значительно хуже. Вот, пожалуйста, сувак весь обвешан соломой. И теперь словосочетание шуруп-горохов чудесно. для вас обрело совершенно конкретное значение. Вот он, конечно, вряд ли прямо в гороховой салоне. Гороховый, по-моему, не так выглядит, но неважно. Словосочетание шут-гороховый означает, что ты на праздник обвешиваешься, собственно, гороховой салоной. То есть самое главное, что ты одеваешься не так, как в будни, или резко лучше, или резко хуже, и кем ты являешься? Не собой. По ситуации, в большей или меньшей степени, но ты являешься не собой. Что в празднике делать нельзя? Работать. Работать. Вопрос для прекрасных дамок. Вы христианка. Единственное, подчеркиваю, единственное дело по хозяйству, которое вы будете делать в празднике. С мужчинами и прочее. Они ничего не будут делать, потому что они люди первого сорта, а баба, ну так и быть, ей придется. Что она будет делать? Ротовить. Да? Королю доить. Да. В принципе заниматься скотинкой. То есть кормить скотину, доить скотину, кормить домашних животных, птица. Сочетание скотины безмозглые для вас обретает конкретный смысл. Скотина безмозглая, она не понимает, что это праздник. Она же рак требует. Знаете, как это называется? И поэтому каждый раз, когда мы в наших прекрасных скотинах бегаем с шаурмой, нет, ну как сказать, знаете, это вот так самая ситуация, что у нас праздник. Нам некогда, да. У нас нет времени на еду. Не только на приготовление, но в общем и на употребление. Почему надо на силу где жрать шаурму, потому что она быстро съедает, это быстро съедает. Вот, понимаете, то есть, я на это обращаю ваше внимание очень четко. У тех так называемых нормальных людей, которые живут так называемой реальной жизнью, у них праздники есть? Конечно. Нет. В этом смысле нет. у них есть что? Выходные. А там же мама дяди Федора, которая не выгуливала свои платья конжетные. Вот, заметьте, вот она ее проблема. Я пришел специально поехать на курорт. И это, то есть, ей пришлось сменить локацию. Именно, у меня четыре платья шелковых, а пойти в них некуда. Именно, ей пришлось сменить локацию и только так и это событие воспринималось как-то, так сказать, ненормально, как нарушающую жизнь семьи. Зачем тебе ехать на курорт, поезжай в простоквашино и так далее. Понимаете? Собственно говоря, вот эта вот проблема мамы дяди Федора, вы понимаете, откуда взялось желевое движение? Я назила мамы дяди Федора, я привезла четыре платья и их выгуливаю по очереди. Правильно, правильно, потому что мы с вами вы уже понимаете, мы с вами народ. Наша жизнь идет по синусоиде. Здесь у нас с вами это будни, мы тут сами собой, мы носим более или менее цельную одежду и зарабатываем некие деньги. Здесь у нас праздник. Мы являются не сами собой, мы носим не цельную одежду, я в таком на работу точно не дрожала. Вот, соответственно, у нас нету времени на еду и уж точно мы ее не будем готовить и все такое. И это наши с вами праздники. И дальше вот оно пошло, по синусоиде, там сколько игорь у кого год, там игорь котлентом. Кому сколько надо, да? То, сколько нам не понадобится, там был первый балл Наташа Ростова, где я просто хотела подчеркнуть, что... Наташа Ростова не видит. Значит, я потом скажу фамилию фотографа, книга называется «Дикарь». Вот. Так вот, соответственно, я там хотела подчеркнуть той картинкой, что князь Андрей, кто помнит и текст наизусть, князь Андрей на балу ведет совершенно обыденный разговор с посланником. То есть для него балл это совершенно равная часть его жизни, где он является сам собой, ну там, естественно, будет там более специфический костюм для, да, менее специфический для кавалеров, но это ровная жизнь. Да, помните, и Занегина и снова до утра жизни его готова, однообразная пестра и завтра тоже, что вчера. Для нас с вами что такое балл это опять же выводится в другое пространство, где будет другое поведение. Да, да, да. Вот. Да, 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 именно все так. То есть для нас балл это измененное пространство. Лихо опознаете, балл подвес и войдем. Вот, это котельон со световыми мечами. Да, он выдаёт световые мечи кавалерам, кого одинакового цвета, те, значит, идут танцевать. Да, дали вы идею. На немая темпатия. Забирайте чужую идею. Вот, давай дальше. Ну и, так сказать, тут некоторое количество фотографий с игр. Вот, сейчас они тут будут крутиться. вот к вопросу о искусстве Орнухо, входит в нашу жизнь, да, вы понимаете, что ребята это уже... Да, кстати, да. Вот, ребята, которые все это делали сами, сами рисовали, сами вышивали. Вот, давай дальше. Ну, сейчас будет морда. Это не морда дальше, да, Махи. Это тоже не морда. Это какой-то балл играет. Дальше, дальше. Какие-то пошли ведьмаки. Дальше, дальше. Еще дальше. О, вот, подержи мне эту прекрасную морду. И я хочу сказать очень простую вещь, что вот вы полюбовались на, так сказать, настоящие народные костюмы. Здесь, как вы прекрасно понимаете, человек всеми силами делал совершенно жуткую морду монстра. Он очень сильно постарался. И мы, конечно же, скажем, что он вашим молодец, насколько он менее страшный, чем настоящие народные костюмы. Какой жутью от них верить, и какой он милый, симпатичный по сравнению с ними. Вот, да, 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 вот, понимаете, к вопросу о том, насколько их жизнь была ужасна. То есть, по сути, давай, крути дальше, пусть она в одном стопе, да, это тот смешной случай, когда скачала фоточку из сети, узнала кучу знакомых лиц, а часть еще понимает, что уже не помнишь, как их зовут. Потому что это игра примерно 95-го года. При этом, я говорю, фото, это не из моего личного архива. Оно было где-то скачено по запросу салтиниста. Галин, Николасик. Вот, или что-то как-то. Ну вот, оно сейчас будет крутиться нон-стоп. Вот, да, пошел дальше. Вот, кому нужно будет потом фамилию фотографа, который все это делал, я скажу. И, знаешь, давай сейчас сразу просто выйдем в папку и дай мне список. У меня там опять же шпарлак стоит. Шарль Фреже. Шарль Шарль Фреже. Вот, ну это и пусть они крутятся. И мы, так сказать, поймем, что вы, конечно, народ, но мы народ милый, симпатичный, добрый, даже когда делаем монстриков. Вот, и так, самое главное заключается в том, что, действительно, вы понимаете, что ролевое движение оказалось вот такой совершенно невероятной, новой, принципиально новой формой народной культуры. Вот, почему и ролевое движение, и балы, ну и, конечно, это тоже как-то составляющая часть, да? То есть, а теперь очень важный момент. Ради чего пусть крутится? Ради чего стоит об этом говорить? потому что побить себе пятки в грудь и сказать, я оказывается самое что ненависть народ, в отличие от цивил, вот они цивилы, мы народу, круто. Прикольно, это народ, это звучит гордо, но дело не в этом. Дело, конечно же, не в гордости. Вот смотрите, давайте помоем, я буду ныть. вот раньше то было все хорошо, молочные реки тетли, кисельные берега у них были, и стрессу то не было. А вот ноничь это, все то бегают, все то смартфоны, в невесть такой стресс вводят, на работе то стресс, в пробках то стресс, там то стресс, всем то стресс, а вот у крестьянина то стрессу то не было. Ну подумаешь, высокая смертность, ну подумаешь, там не урожай, тут эпидемия, но ведь стрессу то не было. Вот. Сейчас, значит, я успешно завершу. Дорогие мои, между тем я не шучу. То есть, смотрите, наша жизнь, жизнь материально невероятно защищенная, да, и наша жизнь со стрессом. в нашем смысле современной, в смысле городской культуры. И жизнь крестьянина с постоянным смертельным риском от того, от всего, от пятого, от десятого. С высочайшей детской смертностью и так далее, со всеми проблемами. И тем не менее, мы говорим, что у них не было стресса, а мы стрессом замучены. Сложный вопрос, насколько у них было не было стресса, но почему у нас это представление? Да потому, что борьбой со стрессом является что? Смена деятельности. То есть, за счет того, что жизнь крестьянина это синусоида будней и праздников, берем любой справочник по календарным праздникам крестьян и выясняем, что, во-первых, у них каждое воскресенье идти в церковь нельзя работать, надо быть нарядным, так, то есть, каждое воскресенье уже праздник, вот, плюс, значит, праздники такие-сякие, пятые-десятые, то есть, жизнь крестьянина это заранее расписанный, что календарь игр, вот, причем, в отличие от нашего календаря игр, он расписан совершенно твердо на следующий год, на после следующей и так далее, и за счет постоянной смены эмоций, что такое смена эмоций? с точки зрения биохимии, это всплески определенных гормонов, я не биохимик, я не буду говорить каких, но, как говорится, кто из нас знает, как устроить гомб, однако все им пользуются, вот, я понимаю примерно одинаково, что в гормонах, что в устройстве компьютера, но это не мешает мне пользоваться тем и другим с одинаковым успехом, и так, за счет того, что вот это синусоида крестьянина, это постоянный, не постоянный, но регулярный, да, по расписанию, гормональный всплеск, причем, где-то мы пугаемся, где-то мы радуемся, где-то мы то, где-то мы все, то есть, это работа с разными гормонами, каждый гормональный всплеск, что с нами делает, он ускоряет наш обмен веществ, и он, в зависимости от мощи всплеска, способен бороться с болезнями, медицин у них была такая, что единственным, надежным, эффективным лекарством, у них был гормональный препарат под названием праздник, праздник, это были разные гормональные препараты, и так мы с вами, вы это прекрасно знаете, вы это знаете лучше моего, фраза после игры, зверский устал, шикарно отдохнуть, мы это знаем очень хорошо, вот таким образом, и теперь смотрите, и теперь то, что пытается цивилам объяснить современная психология, коучи, не учи, не учи, вот, в общем, они это пытаются объяснить, что смена деятельности, да, почему цивилу надо завести себе хобби, чтобы выжить, пусть в нас играет, вот, соответственно, потому, что если он на какое-то время станет кем-то другим, то, соответственно, он получит этот самый след горнёй, вот, и в этом смысле, посмотрите на то, что, собственно, современная культура цивила внесёт, мы можем их этому учить, между прочим, к вопросу о мысленно с нами присутствующих, да, мы передаем приветы, Борису Фетисову, и его коллегам, которые просто занимаются игропрактикой, и вы знаете, для кого они игры делают? Сколько бы они их делают? Вовсю, сплошь и рядом, они учатся вилок играть, за большой веки. Обалдеть. Обалдеть, да. Присоединяйтесь к Борису, ему, наверное, уже понравилось. Вот, вот так, понимаете, то есть, вот таким образом мы с вами оказались очень интересными персонажами, чтобы нас не называли ледьми, а то некоторые не были. Вот, то есть, мы оказались в ситуации несколько обогнавшей время, потому что в 90-е на нас смотрели просто как на идиотов, вот, а сейчас хотя бы вы понимаете, в какой вообще, так сказать, системе координат мы живем, и что так называемая реальная жизнь, то бишь цивильная, теперь вы, кстати, знаете, где проходят границы между нами и цивилами? У них нету праздников. У них есть только выходные. Дреходные. Дреходные. Вот именно. Мне кажется, вы очень обобщаетесь. Я очень обобщаю, безусловно, потому что я считаю не курс лекций, а одну короткую лекцию. Поэтому я каждый раз беру ядро, а не периферию. Знаете, любое явление состоит из ядра, периферии и дальней периферии, где оно перетекает в другие явления. Я сейчас беру ядро. Именно так. Но через это у нас выстраивается картина современного общества и наше место в нем. И, соответственно, то, что мечта, это не уход от действительности, а путь к ней, это сейчас не помню, из кого цитата, точно не изменяю, а из кого-то из великих. Можно, в общем, поискать. Ты помнишь, из кого? Я с педагогического конкурса пришла с этим тезисом. Вот. Я защищала. И вот я цитата не помню, я решила ее присвоить, но это настолько очевидно истинно, что... Вот. Можно найти из кого это цитата и будет очень здорово. Причем, знаете, что психологи этому довольно серьезно учат, то есть ты должен в своем сознании проигрывать некую ситуацию и потом, так сказать, она переходит у тебя в реальность. Если ты, конечно, что-то делаешь, а не сидишь на даре. Вот. Я думаю, что мое время примерно вышло. И я, наверное, напоследок просто скажу пару слов об этих книгах. Значит, итак, какая-то часть того, о чем я сегодня говорила, находится в лекции «Подросток сквозь миф», которые есть в этой книге. Еще раз говорю, там лекции 16-го года. Это были... Ну, прежде всего, в 16-м году многих современных вещей еще просто не было. Вот. Поэтому это были поступки. Вот. Значит, книжка, вон она. Дальше. Что там еще? Покажите, пожалуйста, введение мифологии. Значит, введение мифологии. Это... Да, пожалуйста, покажите мне. Вот. Это моя базовая книга. Это курс, который я читала на первом курсе у нас в университете. «Теория, Египет, Греция, Рим, Славяне, Скандинаве, Индия» и снова «Теория». Вот. И, соответственно, русская литература от Алдова, Нестор, Занисар и Холдин. Это первая часть древней русской 18 век. Я бы сказала так. Это очень увлекательная история о том, как русскую культуру пытались уничтожить в момент ее возникновения, но она почему-то жива. Вот. И как она, так сказать, боролась с властью. Вот. Порезное чтение в наше время. Кому не нравится то, про что они говорят на Зеландкое, вы можете, прочтя эту книгу, узнать, что при Иване Грузном было хуже. Вот. И тем не менее мы, значит, выжили. Вот. Ну, собственно, все книги продажи, ну, и так далее. Вот. Так что, кому мало в интернете, я, лекции, будущие лекции. Можно тебя, прямо в профессиональной, на площадке Олимпийский фонд «Карик Тьявы» а задачи с вопросом. Которые, ну, вот-вот-вот, не то, что задачи. Сложный или не вопрос? Я, ну, нет, это не очень, не сложный, абсолютно лекции. Вы всегда об этом говорите в лекции. Просто мне бы хотелось, чтобы это прозвучало по книг трекам, а вообще не и тот. Что ты определяешь, как черты или русскости в современном обществе или вот во общечении? Значит, первое, и да, наверное, об этом... Ой, кстати, тут же книжек потолкнула. Я бы ее забыла. Где она? Это книжка. А, да, мне ее добавила? Вот. Значит, вот, книжку эту я буду... На самом деле, эту книжку, ее нет в продаже здесь. То есть, она есть в продаже в интернете, но здесь ее нет. Мифология Толкина, ее ужасная обложка. Я не вижу, что там дальше написано. В общем, мифология Толкина написана. Она загадочная. Вот. Ну, да. Как кто-то сказал про эту обложку, это эксперимент, который не удаст. Значит, тут есть глава под названием... Ну, тут, во-первых, большая часть про талкинистов, описывающие талкинистов 90-х, то, чего сейчас уже нету. Но в разделе как раз про, собственно, самого профессора, про его творчество, есть глава с длинным названием, сейчас даже его не помню полностью, Дуна Даны, Шекспир, Руссо и Робин Гуд. Вот. И там, в частности, шла речь о том, что тот образ, который Руссо выдавал как образ благородного дикаря, он очень похож на образ Дуна Дана, во-первых. Во-вторых, он у Шекспира встречается, как образ короля ушедшего в леса. Ну, в общем, сюда же, естественно, Робин Гуд. Тут мы вспомнили все наши лесные ролевки. Вот. И пафос этой главы в том, что Руссо свой образ благородного дикаря подавал, как, типа, в древности люди так жили непрерывно. И это полная чушь собачья. И уважаемые авторы громят этот тезис Руссо как полнейший идиотизм. А я говорю, что это не идиотизм, а просто надо полноту убрать. Что речь идет о том, что для подростков, которые когда-то были биологические, а ночи социальные, нормальное совершенно дело удирать в леса на какое-то время. Я сейчас не буду в это углубляться, это будет еще одна лекция. Вот. Значит, на какое-то время удирать и потом возвращаться в племя и быть социализованными. Фактически я про все это уже сегодня снова говорю. Вот. Так вот, значит, возвращаясь к вопросу Тарии, к вопросу об эльфийстве. Собственно, для меня с 90-х годов вот это главным признаком человека эльфа, да, то есть, почему мы называем себя эльфами, да, потому что я эльф всегда поют. То есть, необязательно петь физически, непрерывно, не у всех все хорошо с вокалом, у меня, например, но формой деятельности является творчество. Если работа не творческая, мы будем ее максимально избегать. И чем более работа является творческой, тем более оно наше. Вот это я с 90-х годов выделяла как главный признак, так сказать, эльфизма. И вы понимаете, что современным обществом это очень серьезно связано. Потому что скоро у нас с вами останутся только творческие люди и дворники с курьерами. Потому что середина удобная, экономически выгодно заменить роботами. Дворника роботам заменять дорого. А вот эту самую продавщицу с кассиршей уже, в общем, заменили. То есть средние слои роботизируются максимально. Творческих людей не заменит никакая нейросетка. По себе могу сказать, когда я первый раз увидела нейросеть, «Ой, какое чудо! Это невероятно! Это, ах!» Прошло полгода. Фу, сетка! Фу, искусственный идиот! Вот, то есть, короче говоря, очень быстро опознается. То есть вот за полгода полностью глаз уже набит, и стандартную нейросетку он легко определяет. То есть, казалось бы, «Ой, нейросетка, скоро художники вымут нейросетки и заберите». Ни хрена! Вот, нам пахнет, художник окажется более быстрым. Вот таким образом. То есть, вот эта креативность, о которой я говорила сегодня с разных сторон, ну да, Тария совершенно права, что мне ее следовало подчеркнуть, это действительно определяющая черта. И совершенно неважно, в какой области проистекает это самое творчество. Ну, смотри, ты еще говоришь про молодость. У них там вроде, да? Ну, да. У них там вроде это здоровье, да? Да. Это когда долголетие, активность в течение многих лет, да? Творческость некоторая, но в этом, в этом, в этом способность беспрерывно учиться и интерес к этому. Правильно? Вон, поделывай телефон. Ну, хочешь сказать. Всего доброго. Знаешь, мне жить трудно. Я скажу детали. Ну, то, что я сказала, заскочив-то, так сказать, на предыдущие семена, что я просто из своей жизни лет 10 назад убрала любой источник хейта. Просто. Я ушла ногами. В некоторых случаях я ногами ушла, а в других случаях я туда не хожу. Вот. Я вообще не испытывала в свойность никакого хейта. Там они где-то, ну, как бы это сказать, по-цензурнее. Вы сказали, что смог с собой удовлетворяются, я бы сказала. Ну, пусть их будет. Не жалко. Я реально не знаю, это очень смешно. Вот. Но потом, так сказать, то есть я влажную где-то ехать. Потому что оттуда, как ты иногда высовываешься, быстро так прибегаешься, чтобы я бы не шал, забыли глаза. И отстал. И в итоге у меня, в общем, с этим вообще нет проблем. Вот. Ты знаешь, насчет трудно быть эльфом, то я тебе скажу так. Поскольку я человек неизлечимо больной, то для меня это просто способ выживания. Это вообще совершенно отдельная тема, никак в нашей лекции не относящаяся. Я могу об этом рассказывать. Возможно, мне об этом просто стоит проводить отдельный семинар. Рассказываю на примере моей тушке как жить неизлечимо больному человеку. Потому что для меня совершенно стандартная ситуация там с институтских времен. Звонишь проректору, ой, Светлана Владимировна, мне так плохо. Я умираю, я сейчас умру. Срочно поставьте мне курс, а лучше два. Потому что, когда я читаю лекцию, то тут единственный гормон, название которого я знаю. Это гормон аукситоцин, гормон привязанности. Он у меня из ушей, он мне запускает обмен веществ, и я борюсь со всеми этими своими проблемами с помощью этого гормона. Знаете, это палка не для красоты, и, честное слово, больные ноги там возили очень-очень поздно. Долгие годы это был просто лист упасть в обморок в любой момент. Я раз трех-ти, четырех лет на трех, на два. И я держусь только вот на этом вот. То есть, только на творчество. То есть, я могу сказать, поскольку, кстати, трендом нашего общества является инклюзивность, то, что инвалид тоже человек, вот, я могу сказать, что за счет творчества ты выживаешь. Без творчества все было бы очень-очень страшно и кончилось бы уже не один раз. То есть, я вот, сейчас, наверное, или пятый раз, сейчас, или дождь. У меня, собственно говоря, меньше месяца назад было бы на реанимацию. Знаете? Меньше. Да, они, 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 С двух сторон на меня, собственно, вот эти вот две дамы, не только они, но вот они, вот две. Надо держать ответ за своих слов, вот они с двух сторон на меня носили, и, значит, мне с двух сторон сказали, что, например, мать качество из реанимации, их и бессмертно, мать козилов. Они сказали более вежливо, но тактично, деликатно, но по-моему, секретнее, было именно это, причем их вот обеих. Вот они меня и вытащили, я сказала, ну ладно, будет какой-то действительно всплешку. А, седацин помог? А? Как вы сейчас? Помог этот? Ну, я могу сказать, в прошедшем времени, когда я вернусь в Москву, у меня еще после сделанного выступления в Казани, сейчас приехал, потому что надо выступать, еще, собственно, будет презентация, опять же, ботини матери. Вот, но по крайней мере, пока что, ну, вот встаю там, заново при анимации. Канцевала. Спасибо большое, что приехали. Красивая, как уходила. Невероятная. Вот просто вот, облачиться во вот все вот этого, великолепие, это искусство, это большая работа. Это искусство. Это тот самый, любовник, художный, гречий пользователь. Это большой труд. Не только физический, но все-таки эмоциональный и самодисциплина. спасибо тебе за это. Знаешь, про самодисциплину тоже надо говорить, в общем, в рамках этой лекции. Вот, потому что у Ольфов, наверное, самодисциплиной все хорошо, потому что, как известно, у них дух превалили на плоть. Вот, это в переводе на человеческий язык называется самодисциплина. То есть, их плоть подчиняется духу. Ну вот, я этим занимаюсь практически непосредственно. Вот. Вот. Ладно, давайте мы на этом перейдем к чему? К автографству. Вот, приходите в вашу суху про конкурсной самой мировой войны. Как он напророшил финал одной из военных операций. эту книжку мы никому не даем, а вообще книжечки в порядке. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо огромное. Так, а, с ней ничего. С ней ничего. Где-то, где-то шла, где-то. А, что-то, что-то, скажу. А, а, а теперь вы поняли, да, что сейчас сказка про Министрей, который не лежит, пока поет. Сошла ты мне, если мне сказала, ты поешь песни, умрешь? Не вопрос коробки, не свои, а значит ты. Так что процесс погиб. Вот, ты же знаешь, как это выглядит в реальности. Хочешь, Олег? Хорошо. Так, поехали. Кому у вас? Най и Мафи. Най. Най и Мафи. И Мафи. Мафи. Я вчера ездила такой красивый. Корсаж. Угу. Мне безумно нравится, что раньше привели вонку, смотрите. А, правильно. Там надо больше денег заказать, потом поделить. А сейчас это все-таки хлыну. Нормально. Что сейчас вы кажете? Спасибо вам, что вы делаете. А? А, вы знаете, что с Верензорей это вы? Спасибо вам большое за внимание. Уже слышу? Так. Здесь еще есть? Есть. Так. Так. Кому у нас так? Да. У вас вот и знал запросы. Да. Давайте тогда, ну, берите ее. Так, это можно взять. Так. Хорошо. ГОЛОС ДВЕЙ КОРОП'